Девушки отдыхают Между тем, Филисити Астон каждый день появлялась на берегу и волокла их куда-то вдаль Эта история началась 4 года назад с очень странного звонка в наш филиал в Юго-Восточной Азии Семь девушек собрались вместе, чтобы устроить увеселительную прогулку И под это дело искали спонсора Казалось бы, а мы при чем? Но вот прогулка планировалась интересная На Южный полюс Хотя некоторые из желающих прогуляться снега в жизни не видели Та прогулка закончилась удачно, но только Филисити Астон, которая вела группу, вернулась не вполне удовлетворенной Похоже, чисто женское общество долго не могут выносить даже сами женщины Пусть вокруг бескрайняя ледяная пустыня, все равно хочется сбежать В Антарктиде никто не разводит оленей или ездовых собак Филисити вышла в путь сама, запряженная в нарты, на которых было 85 кг груза Походу, они, конечно, становились легче за счет еды Но это вряд ли может радовать, когда ты один и ближайший магазин на другом континенте Я пытаюсь взять как маленькое, потому что каждый грамм, который ты вставил в эти следжи Ты должен получать за 1,700 километров Ей предстоял огромный зигзаг через весь материк От ледника Росса на Шельке, через Южный полюс и до залива Геркулеса Если теперь посчитать, Филисити проходила километров по 30 каждый день Перед тем, как пройти Антарктиду, Филисити Астон прошла обследование Причем не физического здоровья Ее обследовал мастит и психиатр Ей ведь, по всем расчетам, предстояло пару месяцев разговаривать только с собой Спутниковый телефон, конечно, был Это, конечно, лучше, чем разговоры с собой Но все равно не заменяет обычного человеческого общения Этот курс лекций на ходу закончился для Филисити без серьезных травм и обморожений Конец января, это весь самый разгар антарктического лета Так что ниже 30 градусов температура вроде не опускалась И вот он, настоящий праздник со слезами на глазах Филисити Астон, 1744 километра и 59 дней спустя Что я дошла, что я готов, что я на моей прийти домой И что я могу сказать, что я хочу сейчас, что я собираюсь от моей мамы И что я знаю, что я здесь И что я могу сказать, что я не могу сказать, что я сейчас Ах, пленка приходит к мне! Не езжай, не езжай! Я поставил его на льду! Не езжай, не езжай! Возвращение в цивилизацию удалось все же непросто. Фелисити, как она и боялась, пришлось снова привыкать. Кто она, где и зачем? А с этим у природной британки из графства Кент действительно возникли проблемы. Когда я впервые приехала в бейс-классе, мне нужно было немного вспомнить о социальных рамках. Самое главное, как я говорила сегодня, что я не могла просто идти в туалет, где я стояла. Ты не могла бы проводить с людьми. Я просто поставил это. Без всякой техники, на своих двоих, через всю Антарктиду одна. Фелисити Астон стала первой в мире, кто это сделал. Такой путь еще не проходили даже представители другого пола. Того, что называют себя сильным. Придем курс. Может быть, мы найдем еще одного. Может быть...